но это не привело меня частью того который я хотел я был кризис лет почти уже шесть назад это пять с половиной шесть я собирался вообще уйти из сетевого маркетинга потому что я научился зарабатывать много денег но я и до этого зарабатывал много денег но я хотел другую систему систему которой не нужно было бы каждый раз поддерживать что происходило с ростом товара оборота товар оборот уже был несколько миллионов но в пик он был там 2 миллиона 700 в месяц мне приходилось работать не меньше а больше начинающих традиционном бизнесе и было это связано с тем что если вы посмотрите на весь сетевой маркетинг на весь все компании работают и собери жаргонным выражением через бизнес это жаргонное выражение работа через бизнес знаете что это такое это сначала предлагать возможность заработку в первую очередь первое это заработок а потом уже вы говорите что заработок с продуктом это через бизнес а работать через продукт вот пожалуйста вы это поймите себе иначе вам очень долго придется я десять лет потратил на то чтобы разобраться в простых вещах на своей собственной шкуре что большинство из вас оба не догоняет работать через продукт на первое место ставить продукт в данном случае результаты от продукта здоровья и потом только возможность заработать работать через продукт здесь есть один подвох работать через бизнес быстрее можно денег заработать и поэтому я работаю через бизнес даже многие лидеры в коралловом клубе умудряются не понимая этих вещей работать через бизнес потому что это быстрее я проработал углу суммарно это 10 лет причем до меня дошло такой большой подвох в одной простой вещи вот работать через бизнес почему потому что вы зовете людей зарабатывать зарабатывать с хорошим продуктом в хорошей компании но зарабатывать если вы зовете людей зарабатывать кого у вас будет больше всего тех кто хочет зарабатывать вот к вам пришло 100 человек которые хотят зарабатывать деньги если вы немножко что-то понимаете финансы или в математике 95 процентов из тех кого вы позвали 25 человек вы обманули внутри компании не стоит печатающего станка который допечатывает деньги люди принесли деньги купили продукт желая зарабатывать очень внимательно они принесли они принесли для того чтобы зарабатывать деньги которые они принесли к они заплатили за продукт пошли производителем затраты комиссионные определенной части 5 процентов выплатили а 95 процентов нечего выплачивать если найдутся еще желающие зарабатывать ну конечно этим 95 процентов западу но на следующем из ста 95 нет нищего будет при такой системе всегда выигрыш победителей будет оплачивать проигравший можно ли это развивать да можно апеллирует жадности человеческой желанием за разбогатеть желанию быстро и много заработать поэтому очень многие предприниматели смотрят на сетевой искусом потому что нормальный бизнес развиваться должен не тогда когда вы зовете зарабатывать а тогда когда 95 процентов людей составляют люди которые собираются потратить деньги и не собираются зарабатывать объясняю на простом примере у вас есть кафе кафе продает что кофе грубо говоря кофе удовольствие от питья кофе я примитивно говорю чтобы вам было понятно то есть она продвигает продукт предположим что кофе кофе стала продвигать бизнес ребята ходить зарабатывать приходите к нам набежала куча народу причем делать надо кофе пить они покупают кофе проходит месяц где наши бабки я говорю я получил а вам чтобы деньги свои получить вам нужны и других желающих зарабатывать на кофе цепок и вы кофе кафе безранец как вы наговорить кафе замечательный заметьте кофе бесподобное они побежали нашли другие кто хочет зарабатывать и пришли или что делать кофе пить понятно юткофе проходит еще месяц и где наши деньги мы получили получил если вы хотите денег вам уже и других кто хочет денег зарабатывать вы кофе цветков и так далее соответственно это будет продолжаться до тех пор пока будут желающие зарабатывать как только они закончатся они закончатся потому что по статистике в любом городе в любой стране это статистика науку такая 5 процентов предпринимателей туда входят бизнесмены предприниматели сетевики разных компаний сетевиков наверно меньше одного процента это вообще максимальный процент людей которые не работают на зарплате 5 процентов если предположить что один процент это сетевики а 0 1 процент это сетевики какой-то конкретный компания то как только это количество закончится например в донецке я понимаю что это может случиться не скоро но как только она закончится последний кто пришли желающие заработать сыпков и не заработают столько сколько хотели они кофе купит кофе замечательное кафе замечательным но их мечты не реализуются они могут продавать кофе могут но они не построят сеть и не построить бизнес для того чтобы кафе стабильно работала надо чтобы 95 процентов людей туда приходила кофе пить а не зарабатывать и чтобы им кофе это нравилось и обстановка нравилось и они не собирали заработать до 5 процентов смогут нормально стабильно зарабатывать 95 пришли потратить деньги эти пяти хватит на заработки и на затратную часть простая вы не найдете ни одной компании которая сама учит людей не работать через бизнес все компании гербалаев и вы это мы все что вы знаете хотя некоторые из них спориться у них у нас через продукт игру тогда разберите что будет через продукт что такое через бизнес в том же идет маркетинг они рассказывали с нашим кофе можно хорошо заработать кофе замечательный но не надо искать людей которые хотят с ним заработать надо найти людей кому бы это кофе нравилось и здесь мы подходим почему королоку как только вы вложили в голову почему например наташа столиком восхитились руководством почему кирилл восхитился старшего руководства просто идти людей которые в наше время захотят работать через продукт потому что это медленнее и тяжелее если вы работаете не через бизнес а через продукт вам нужен продукт который бы устраивал не те кто зарабатывает деньги а те кто собирается им за него платить это разница это очень большая разница вам нужен продукт нет для дистрибьюторов который легко продавать у которого есть легенда умирающий китайский монах дрожащий рукой передал нашим президенту свиток династии винтов рецептами и так далее то есть нужен продукт который бы не нес никакой эмоциональной окраски никакой упаковки продукт который бы устраивал потребителей потребителей они дистрибьютор вот я вам скажу как дистрибьютор как сетевики мне с нашим продуктом тяжело работать но я понимаю почему я за это плачу наш продукт созданный не для дистрибьюторов а для потребителей дистрибьюторских компаниях так продукт не относится как у нас о новом продукте сообщают белые бумажечки которые никто не читал появившийся на складе люди нормальных дистрибьюторских компаниях по полгода раскручивают продукты только потом уже там слюнями обглотался и мы его дают подогнав всех уже там специалистов нашим своя техника раскрутки продукта а у нас так или практически и не сильно цене и не сильно понимаем и когда я работал на рынке здоровья других компаниях у нас было 50 процентов результатов и 50 процентов людей не получали результат коралловцы легко объяснят почему если у человека нормально с внутренней средой водный внутренняя водная среда вот если нормально если все нормально с братьями нашими меньшими паразитами ну нормально все хорошо просто аминокислоты витамины и так далее так далее сработают человек получит результат а если у человека проблемы с этим или с этим то из-за внутренней среды питательные вещества в клетку не попадут или их наши братья меньше съедят вы знаете что скорее до с витамином c живет в авторе раза торже чем без витамина c это же витамины нужны не поверить именно кислоты нужны она лучше живет она тоже сверок состоит и поэтому половина людей результатов не получала но для бизнеса 50 процентов людей при получать достаточно и можно легко продвигать продукцию а если я стал думать что нам нужен стабильный бизнес а он построен на потребителях нужно тогда продукт для потребителя нам нужен продукт уже не для нас нам уже бороду который работал на сто процентов а на сто процентов это нужно и нормализация водной среды и противопаразитарные серьезные нормальные не просто а для отговорки у нас есть лист черного ореха не помните на украине христов черного ореха плевешь и попадаешь в лист черного ореха вот этого мало чтобы получить действительно серьезный противопаразитарный результат тоесть нужен продукт для потребителей мы нигде больше не нашли никто не занимается нормализацией внутренней среды нигде занимается серьезно противопаразитарную программу они делают продукт для продвижения он хороший чудесный фантастически замечательный привык с позитивом но реально им не нужен продукты потребителя они работают через бизнес работа через бизнес еще к чему прямо приводит когда я вам говорил это быстрее развивается быстрее чеки растут быстрее деньги растут и красами начинает разговаривать языком посмотри сколько я заработал например за полгода посмотреть заработал за год это апеллирует вашей жадности на этом начинаются строится все разводки если повелись сами виноваты но бизнес любом случае через бизнес работать быстрее что происходит когда работать через бизнес происходит одна удивительная вещь сеть развивается быстрее чем линейная составляющая всегда линейная часть бизнеса сетевая компания над ней есть непосредственно компании и сама компания она линейная построение структуры идет но если быть честным то она идет вот такой реально галстук вот вот этот бизнес он линейный здесь нужно производить или брать у производителя устраивать логистику доставку и так далее все всегда развивается быстрее чем развивается быстрее чем традиционный бизнес единственный путь чтобы обеспечить быстро растущую сеть продуктам это поддержит продукт другого способа нет вы не сможете вы сможете перескучить быстро договора вы сможете поставить линии новые вы можете обучить рабочих хотя дарить времени усилий тогда это найти управление личности персонал быстро вы не сможете вы всегда будете отставать по продукту за растущей сети что вам нужно сделать чтобы из сети сети продукт все-таки был она быстро растет начать его разводить потому что большинство не понимает что такое стоимость суточной газировки витамин c у нас замечательный витамин c чудесно сколько банок нужно съесть этого витамина c чтобы получить суточную газировку когда компания начинает одну через год-две еще через год-три это не вредно между прочим просто разбавляют капсулу таблетки более дешевыми компонентами тому кто знает суточную газировку кто это может посчитать на самом деле понимает глубину бизнеса у нас суперпродукт у нас замечательно чудесно ребята он тоже приносит пользу из организм не кормить нормального дать ему немножко витаминов минералов на продукт он будет час литра ты получит результат но мы пройдя 10 лет сетевом маркетинге в разных компаниях на рынке здоровья мы прекрасно понимали что нам надо нам нужно не просто красивые слова которые говорят во всех во всех во всех во всех компаниях первое что нам было нужно критерии давать которые мы поставили теперь для выбора кораллова клуб традиционном бизнесе есть такое понятие не важно что вам предлагают важно кто знаете я вам рассказывал логику как бы нам нужен был стабильный бизнес бизнес построен потребитель потребителям нужен их продукт для потребителей ну и так далее и так далее но поскольку мы сетевики мы критерия расставили по свой нам нужно скажем так руководство определенные этики и уверяю вас у нас свое представление об этике меня спрашивают а у нас тоже руководство этичная компания не важен а ведь у нас этичное руководство м в гербалайф кинши там нсп что-то только нету арифлейн и так далее так далее у нас свое представление об этике я могу вам его расшифровать но за неимением времени как бы не буду я просто объясняю те картины город мы строились для нас этика немножко другое потому что все говорят абсолютно правильные вещи мы не собираемся обманывать мы для вас на дистрибьютором и для вас и так далее так далее так далее вот мы это не был давней на еле зависит от выше-выше нас эти вещи в принципе не интересовали несколько я вам потом объясню из критериев что по этих маленьких второе нам нужен был продукт который бы покрывал всю концепцию здоровья то есть всю линию с водой с противопаразитарной с очистками из питания питание очистка нормализация водной среды нам нужно было вся линии нам мало было каких-то супер продуктов из питания например нам нужно было все нам нужно было чтоб компания сама компания учила людей работать через продукт учить работать через продукт и нам нужен был гибридный маркетинг плану почему гибридный первая часть нам нужна была для потребителя никто не придумал в мире лучшие систему чем дисконтная программа и большинство людей опять же не замечают разница не грядь ну и что у нас тоже и потом допустим в этом или флэйм не трактовая служить и вот у вас тоже такой же маркетинг абсолютно не такой же это маркетинг нужно продавать что объем употребления больше чем объемы закупок большим объем употребления нам нужно была первая часть для потребителей дисконт именно дисконт такой же как обычный любом обычном нормальном магазине и вторая часть для лидеров но мы по крайней мере умеем в этом деле разбираться что такое для лидеров что такое для потребителей гибридный то есть он состоит из двух частей первая часть и они разные не просто первая часть вторая часть из первая вторая часть они просто разделены но они абсолютно одинаковые это разная политика совершенно разные политика компании я убил маркетинг он деньги не показывает политику компании как она будет работать и все вот это вот и вот это вот в частности очень легко проявляется знаете где во времени вот во время то есть нам нужна старая компания которая давно работала на данном рынке давно потому что в дерьмовую ситуациях реальные видны как она себя будет вести грубые слова когда одеялка становится маленьким вот тогда ясно на самом деле так себе ведет руководство а кому-то думают как она себя ведет то есть только время может показать правду ли говорили о продукте маркетинге а эти компании и так далее так далее за 10 лет мы рассмотрелись по разным компаниям как себя ведут компании так далее так далее и я могу сказать что мы не нашли ничего даже для альтернативы королом первоначально никого не нравилось когда я с ним первый раз познакомился в 2001 году кстати из-за людей они меня перегрузили лечением рассказывали про то я как вы работаете они лет но у нас врачей диагностика мы врачам приходим врачи глушит вот и как бы так вот мы живем диагностика лечение нормально плечи люди вот и стал больные люди сами вот может быть не физически на голову точно не понравилось в 2004 году когда у нас остался мы выбирали из всех компаний города рынке есть остался только один без альтернативно если хотя бы близко какая-то альтернатива была скорее смогу может быть там оказались потому что мы скажем так ну немножко напрягала нас вот засилие лечение второе именно лечение не поймешь я был против этого а в ранее того что это не приводит стабильность лечение в стабильности не приводит найти людей которые хотели бы быть здоровыми как и как сделать так чтобы люди были здоровыми они чтобы они получились получили результат сказали спасибо и ушли потом вернулись опять прежнему разу жизни через интервью сказать и мы ваш продукт кто не помогает зачем все дороже лучше найти тех не портить имя компании начинаете тех кого на самом деле надо но в принципе ничего близко мы не нашли из того что нам было нужно и самое главное что мы нашли компанию которая бы работала в очень плохих ситуация бизнес ситуация во временных ситуациях по ситуациях с людьми думая не о своей выгоде а людям знаете в свое время кирпо лайфе первый чек этой компании ему не хватило на третий месяц квалификации 12 очков квалификация очень большая больше двух сот должен был делать больше 200 тысяч очков три месяца подряд на третий месяц не падает 12 очков и все и его как бы не сделай не сделался первый раз убедился совершенно уникальность это когда у одному из наших людей не хватило и вы знаете если полторы тысячи групповой делу и что ты получаешь премию 200 долл и у нас люди делают объем но его не контролируют как бы они так не подумали про полторы тысячи и мне хватает по моему 60 очков из компании не звонят и говорят скажите пожалуйста вы не будете против если мы с вашего будущего человека возьмем 60 очков и вам 10 долларов заплатим премию я честно говоря долго еще раз скажи мне еще раз скажи мне как они сказали вот так и спросили и еще раз скажи я понял неприятно слушать давай еще раз это блин нонсенс полный это мы из будущего вашего человека возьмем 120 долларов а вам дадим 250 можно вам чистыми дадим грубо говоря до 130 баксов можно вам дать 130 долларов чистыми спрашивают в компании спрашивают они имели полное моральное право даже не спрашивают не сделай и сделай и не платить и это был один из примеров таких огромное 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 количество уже много-много лет как бы я смотрю и я честно говоря офигеваю что нашли людей которых принципы думать например о потребителях давать им продукт людям тем которые не собираются здесь зарабатывать которые просто хотят иметь нормальный качественный продукт не думать о конке чеков не бряцать с доходами не кричать на каждом углу сколько кто зарабатывает